Уровень АБИ в районе Нижневартовска за прошедшие сутки вырос на 6 сантиметров. Ежесуточно ситуацию мониторят городские службы. А сотрудники ГО и ИЧС выезжают в рейды по дачным поселкам, расположенным в зоне вероятного подтопления. Продолжит Жанна Кузьмина. Большая вода вплотную подошла к участку Екатерины Кольцовой. Кажется, что еще немного и зальет огород и конюшни. Но хозяйка центра ипотерапии считает, что пока рано бить тревогу. Пережив паводок 2015 года, она предусмотрительно отсыпала территорию песком. На первое время, говорит дачница, это убережет от наступления воды. Смотря на поведение погоды, поведение воды, я все-таки где-то там надеюсь, что не будет топить. Ну, именно территории. Затопит, скорее всего, дорогу, затопит, там вот сейчас затопило поля, как бы вокруг. А так вода рано или поздно все равно начнет отходить. Ценные вещи мы убираем там наверх и все. А так все, так и остается, так же занимаемся. Ежесуточно уровень АБИ повышается на 2-3 сантиметра. Такие данные приводят сотрудники городского управления ГОИЧС. Одним из первых об этом узнают дачники, которые проживают в зоне возможного подтопления. Вода перекрывает автомобильные дороги, связывающие поселки с городом. В случае ухудшения ситуации жители прибрежных садово-огороднических товариществ просят эвакуироваться. Не дожидайтесь критических отметок, не подвергайтесь своей жизни угрозе. Обращайтесь в управление. У нас будут развернуты пункты временного размещения. Чтобы избежать транспортного коллапса, на дачных дорогах в городе строят дамбы. Земляная насыпь длиной 250 метров, к примеру, появилась в районе садово-огороднических товариществ РЭП-флота. Ее соорудили спасатели, коммунальщики и пожарные. Десятки мешков набили песком и уложили вдоль магистрали. Дорога имеет значение технологическое для нашего города. Здесь большой идет поток, у нас здесь переправа идет на ту сторону. Очень много транспорта проходит. Чтобы сберечь дорожное полотно, с этой целью сделано временное перекрытие и поднятие береговой части в этом месте. В дачных поселках из зоны риска в ближайшее время, вероятно, построят еще несколько подобных дамб. Спасатели готовы поделиться песком с жителями и уже организовали прием заявок от желающих. Обход домов и рейды сотрудников ГОЧС в садово-огороднических товариществах продолжаются. Жанна Кузьмина, Ирик Абдулганеев, Вести Егоре, Нижневартовск. Жанна Кузьмина, Ирик Абдулганеев, Вести Егоре, Нижневартовск.